Всем привет, дорогие друзья! Зачастую при работе в программе Adobe Photoshop приходится добавлять различные текстовые блоки, например, при создании превью картинок для видео на YouTube. И приходится выбирать такой шрифт, который самобольше подходит по стилю к этим превьюшкам. Но вы просто можете не найти нужный вам шрифт в наборе стандартных шрифтов. Так что в этом уроке я покажу вам, как добавить новые шрифты в программу Adobe Photoshop и также в саму Windows. Итак, друзья, приступим! Итак, первым делом из просторов интернета мы должны скачать сами шрифты. Вот у меня есть папочка шрифты, я ее открываю, и я уже скачал два вот таких шрифта, то есть шрифт Paleta и Simpler. Откуда их скачал, я сейчас покажу. Открываем браузер, в моем случае Яндекс браузер, и у меня открылся сайт photoshopmaster.ru. Ссылка будет в описании к этому видео. На этом сайте вы найдете реально такие нормальные шрифты. И, кстати, не обращайте внимания на количество открытых вкладок. Итак, как же теперь скачать эти шрифты? Вот, например, мы выбрали шрифт, который называется Lidia Medium. Например, вот этот шрифт. Нажимаем на него, открывается новая страница, и теперь здесь мы нажимаем на «Скачать шрифт». Итак, у нас идет интервал времени от 30 секунд. Мы должны прождать эти 30 секунд, и после этого наш файл начнет скачиваться. И вот у нас скачивание нашего файла пошло. Как мы видим, наш шрифт уже скачался, и теперь можно свернуть наш Яндекс браузер. Итак, свернули. Как мы видим, на рабочем столе у нас новый zip-архив образовался, то есть шрифт Lidia Medium. Итак, открываем этот архив, и как мы видим, вот здесь есть наш файл. Итак, берем его и перетаскиваем нашу папочку с нашими шрифтами. Итак, закрываем zip-архив, и теперь я вам покажу, как установить эти шрифты в Photoshop. На самом деле, в сам Photoshop эти шрифты никак не установите, так как в самом Photoshop отсутствует папка со шрифтами, так как Photoshop использует стандартные шрифты Windows. И, собственно, мы и будем устанавливать эти шрифты в саму нашу Windows. Итак, почему я использую сейчас три шрифта? Потому что я вам покажу три способа, как это можно сделать. Итак, первый способ, и, на мое мнение, самый трудный способ, это установить папочку с нашим Windows, наш шрифт. Итак, первым делом установим шрифт Lidia Medium. Итак, открываем мой компьютер, заходим на локальный диск C, далее заходим в папку Windows, и ищем здесь папочку Fonts, то есть нашими шрифтами. Открываем папочку Fonts, и здесь отображаются все шрифты стандартные в нашей Windows, и которые мы еще понаустанавливали сюда. Итак, теперь берем нашу папочку, вот эту вот, нажимаем правой клавишей мыши по нашему шрифту, и выбираем копировать. Далее, переходим в нашу папочку с нашими шрифтами, нажимаем правой клавишей мыши и нажимаем вставить. У нас идет установка шрифтов, и все, мы шрифт наш Lidia Medium установили. И теперь я вам покажу, как это сделать еще проще. Вот закрываем нашу папочку с нашими шрифтами, и установим еще два шрифта, то есть шрифт Palette и Simpler. Итак, первый способ, это просто открываем наш файл, то есть левой клавишей мыши, два раза кликаем, у нас открылось новое окошечко такое, на котором мы можем посмотреть, как выглядит сам наш шрифт. И далее мы просто нажимаем на клавишу «Установить». Нажимаем «Установить», и у нас пошла установка шрифтов. И все, наш шрифт установлен. Как еще это можно сделать? Можно просто не открывать этот шрифт, просто нажимаем правой клавишей мыши по нашему новому шрифту, и нажимаем «Установить». И все, у нас пошла установка шрифтов без предпросмотра. И вот таким лёгким, я бы даже сказал, хитрым способом мы установили три шрифта в программу Adobe Photoshop. Но и не только в Adobe Photoshop, но и в саму ось Windows. И теперь проверим, установились ли наши шрифты в программу Adobe Photoshop. Итак, закрываем нашу папочку с нашими шрифтами и открываем программу Adobe Photoshop. Итак, у нас программа Adobe Photoshop запустилась, и теперь мы создадим новый файл. Итак, идём во вкладку «Файл», нажимаем «Создать» и создаём всё равно какой файл. Например, 1280 пикселей на 720, но в принципе всё равно. Или создадим, например, 600 на 400, чтобы был у нас поменьше немного. И нажимаем «Ок». И вот у нас новый файл создался. И теперь мы должны создать новый текст. Итак, нажимаем на клавишу «Текст». Итак, свернём нашу программу и посмотрим, какие шрифты, как они у нас назвались. Итак, первый шрифт – это Lidia Medium. Итак, переходим в программу Adobe Photoshop. И теперь посмотрим, есть ли в списках наш шрифт Lidia Medium. Итак, открываем свиток наших шрифтов и ищем здесь в свитке наш шрифт Lidia Medium. И вот, как мы видим, вот у нас здесь отобразился наш шрифт Lidia. Как мы видим, вот у нас здесь находится. Итак, выбираем его и попробуем что-нибудь написать. Но для начала уменьшим немного размер нашего шрифта на, например, на 60. И попробуем что-нибудь написать русскими буквами. И вот мы написали. И, как мы видим, вот так прекрасно выглядит наш шрифт. Итак, изменим, наверное, его цвет немного, потому что зелёный цвет не очень, я думаю, смотрится. Поставим на чёрный цвет. Пусть он у нас изменится. И вот так у нас замечательно выглядит наш шрифт Lidia Medium. Итак, посмотрим, есть ли остальные наши шрифты. Итак, свернём программу Adobe Photoshop и посмотрим ещё два остальных. Это шрифт Palette и Simple. Итак, открываем программу Adobe Photoshop, переходим на текст, выделяем наш текст. И переходим в свиток наших шрифтов. Первым делом найдём шрифт Palette. Итак, как мы видим, вот у нас здесь находится Palette. Итак, нажимаем на него и сразу наш текст изменился. Как мы видим, вот так вот замечательно выглядит. И теперь найдём последний шрифт. Он у нас назывался Simpler. Итак, также выбираем инструмент текст, выделяем все эти буквы и находим наш шрифт Simpler. Итак, SSSS, где у нас находится S. Итак, CCCC. Итак, сперва я этот шрифт здесь не нашёл, так как он немного по-другому подписанный на самом деле. Вот, например, свернём программу и откроем этот шрифт, да, просто вот так. И мы видим, что имя шрифта у нас не просто Simpler, а Asimpler. То есть, мы закрываем это всё и идём в программу Adobe Photoshop. И на самом деле начинается наш шрифт не просто с буквы S, а с буквы A. Поэтому он у нас находится впереди. Вот, как мы видим, вот здесь находится наш шрифт Asimpler. Итак, выбираем его. И всё, наш текст изменился на этот шрифт. И согласитесь, даже вот этот шрифт Asimpler даже выглядит очень даже круто. И я, наверное, буду его использовать для каких-нибудь там превью картинок для видео на YouTube. И вот, в принципе, и всё, ребят. Я вам показал, как установить шрифты не только в программу Adobe Photoshop, но и в саму ось Windows. И вот, дорогие друзья, мы с вами научились добавлять новые шрифты в программу Adobe Photoshop и также в саму Windows. И как вы сами видели, сделать это очень просто, буквально в пару кликов. Также сообщаю, что отбор победителя в конкурсе на бесплатное интро от канала Влад Ютубер завершён. А имя победителя вы узнаете в следующем видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, а также не забывайте подписываться на мой канал, если вы ещё не подписаны. Итак, с вами Влад Ютубер, друзья. И до новых встреч и до новых видео уроков. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова